В 2012 году в России для сельского хозяйства было произведено 3,5 тысяч тракторов. Это о чем-то говорит. Есть и на столько фермеров в республике Татарстан, более 6 тысяч фермерских хозяйств. Возьмем 2013 год, 7,6 тысяч тракторов. Ну, отсюда, если взять энергонасыщенность, то само собой показывает, и мы практически более чем, и вот из тех данных, что представил Шамил Рахимович, видно, что мы более чем на 80% обеспечиваем необходимость в тракторах. Это те трактора, которые мы закупали и ориентировались на зарубежный рынок. Говорили, да, они энергонасыщенные, и в то же время мы не могли запустить наши такие заводы, как Волгоградский тракторный завод, и Ростов-на-Дону стал, и другие, и третьи. Это одна проблема. А вторая проблема, да, тот анализ, который проведен и Министерством сельскохозяйства, и нами, и вот президент озвучил о том, что необходимость в средствах, которые хотя бы по-минимальному использовать в сельском хозяйстве, это закупка минеральных удобрений, это горючие смазочные материалы, и посевной материал необходимы до более 15 миллиардов рублей. И мы, уважаемые коллеги, учитывая то, что если взять отдельную отрасль сельского хозяйства, то вы знаете, где сосредоточена бедность. Это в сельском хозяйстве, это на сельских территориях. И поэтому я думаю, что те мероприятия, которые на сегодняшний день проводятся, и в Республике Татарстан, и из известных тех событий, которые связаны с санкциями, мы, да, приветствовали эти санкции, но у нас нет технических возможностей, о чем я говорил, и нет удовлетворения, к сожалению, работы и отношения, будем говорить, правительства Российской Федерации к банковской системе. Но дело в том, что к посевным обычно, как в народе говорят, зимой необходимо готовить телегу, а летом сани. У нас, к сожалению, этого не получается. И поэтому, хотя Республика Татарстан обеспечивает себя продуктом первой необходимости, но не одним хлебом сыт человек. И я могу еще примеры привести о том, что если валовое производство сельхозяйственной продукции в Республике Татарстан более 160 миллиардов рублей, то на 70 миллиардов рублей продукции мы завозили в Республике Татарстан. И мы сейчас поняли о том, что как мы стали зависимыми от тех продуктов, которые мы завозили. Сейчас и в Ассоциации Министерства сельского хозяйства поступают заявки на удовлетворение бюджетных предприятий. Я имею в виду садики, больницы, товары, первая необходимость – это мясо и все остальное. То мы удивились, насколько мы были зависимыми, и сейчас мы сумеем ли выполнить все те задачи, которые стоят перед Министерством сельскохозяйства. Поэтому на сегодняшний день актуально и актуальным будет являться то, что это вызывает беспокойство, конечно, и министра, и нас, как сельхозтоваропроизводителей, и, опять же, как говорил Шамиль Захимович, и президента. Поэтому мы, в свою очередь, предпринимаем от нас зависящее все, надо сказать, но в то же время, когда нам говорят и здесь, в Республике Татарстан о том, что давайте, вот сейчас уникальные ситуации, когда вы можете продавать свою продукцию. Да, уникальные. И много говорим об импортозамещении. Ну, каким образом, уважаемые коллеги, если ассигнование сокращается, хотя вот последняя исправленная программа развития АПК определенную надежду дает, но это не те цифры и не те потребности сельхозтоваропроизводителей. Продолжение следует... Продолжение следует...